так ребят ну что всем привет с вами рыбконтроль и сегодня мы выехали порыбачить на макуху на макуху на жмых все по-разному называют в общем именно таким методом я сегодня решил порыбачить сейчас сделаю вставочку для тех кому интересно как делается сама оснастка время не буду тратить если чего проматывайте там 3-4 минуты будет так это видосик для тех кому интересен монтаж вот так вот беру я шнур прям со старость какой-то школе новое ничего не покупал всему даем так сказать вторую жизнь значит смотрите отматываем немножко делаем таким образом смотрите 1 видно 2 берем эти вокруг пальца делаем 3 оборота 1 2 3 дальше вот этот хвостик убираем палец продергиваем сюда и затягиваем хорошенечко затягиваем все таким образом что мы получили мы получили петлю удавку которая будет держать на жмых так дальше берем во первых вот эти хвостики все таки это шнур и он имеет свойство развязываться его обкусываем да и и немножечко краешек отлично заправляем все мы получили плавающую петлю далее спускаем ее вниз от этого узелка плавающей петли наступаем 5-6 сантиметров делаем петельку и дальше свободный край продергиваем в эту петлю таким образом раз два и затягиваем все дальше у нас остается здесь два края вы вот этот припуск делайте сами кто на что гораздо я имею ввиду кто-то не может там крючок привязать и несколько попыток ему на это надо чтобы у вас не остались слишком короткие здесь разрезаем эту нитку напополам и далее вяжем здесь два крючка крючки не буду показывать как вижу сами тут кто как хочет у меня крючки так так все нашел я крючки я взял вот такие недорогие но но я думаю это конечно мое мнение каждый делает только хочет не нужно брать слишком громоздкие крючки даже там если вы будете ловить леща подлещика я вот взял вот такие крючочки они должны быть легкие когда они будут макуху есть чтобы одним дыханием он им залетал в рот и был конечно острый тонкий и легкий крючок я взял вот такие сейчас за эти два свободных конца примерно от узелка на расстоянии сантиметров где-то 7-10 если на реке будете рыбачить то можно сантиметров даже 12-14 сделать так привязываем крючки вот таким образом также когда обрезал лишнее здесь тоже узелочки немножечко заплавил так далее что у нас в принципе вот и все монтаж готов то что они получились чуть-чуть у меня там короче длиннее неважно там один получился 12-14 завтра будем рыбачить на реке далее что еще шпули от узла петли я где-то сантиметров 30 отматываю и откусываю далее что это не обязательно так делаю я беру и запускаю сюда стопор он будет немного амортизировать далее надевается груз данном случае у меня вот такой вот свинцовый грузик 48 грамм неважно как бы какой он формы я сделал такой какой был на самом деле все она свободный конец здесь я вижу вертлюжок небольшой вот такой вот вертлюг все вот такой вот незамысловатый монтаж значит здесь я щас жмых не буду свой распечатывать я купил вот такой вот жмых берется кубик жмыха на нем делается ножом насечки этого уже сейчас на рыбалке увидите не суть вот сюда вот зажимается жмых нашу петлю и в него втыкаются крючочки вот такая маленькая оснастка которая поместится там маленький какой-то пакетик да и еще вот я подготовил чуть другие здесь груза у меня вот точно такие же 3-4 штуки разных далее просто на основную леску уже вяжется карабин пристегнул макуху рыбачишь макухой если вдруг что-то не так пошло не клюет не знаю переставил на кормушку в общем завтра на реке этот монтаж вы увидите в действии это было сделано видео для тех чтобы кому сразу интересно как вязать если кто-то соберется на рыбалку ну а мы начинаем рыбачить я уже сейчас покажу поймал парочку подлещиков приехал рано вот один он там 2 плавает потом в конце еще покажу только что достал 2 ну и сейчас покажу как сам жмых заправляю и будем уже продолжать рыбачьи поклевочки начинаются время 4 30 рыбка играет плечется там там везде поехали так значит вот такая вот кубик жмыха с чесноком я делаю такие вот зазубринки чтобы он не спадал но все равно не знаю я вроде затягиваю со всей силой при поклевке жмых бывает улетает это конечно не очень если кто-то знает как сделать чтобы он прям крепко сидел может сверлить его и насквозь как-то делать так вот я его сюда петлю в нашу все а тут я подсаживаю сейчас поменяю на свежих парыша много осталось пошел же балки просто пару опарышей подсаживаю блин комарчатых без тормозов не битьев хоп и таким образом вот так вот вот так вот выглядит оснастка отправляемые есть все вешаем колокольчик как всегда тут кстати ямка такая поглубже чем прошлый раз мы там рыбачили снимал целенаправленно кстати рыбачи сегодня нажим их на макуху вот эти две ну а третью ну а третью удочку поставил кормушка там стоит не стал что-то делать третью макуху но на прикормку то я никакую не брал поэтому она стоит вот с пустой кормушкой молчит не знаю так просто я туда насадил кукурузу до опарыша не знаю клюнет что не клюнет посмотрим все ждем поклевочки кто-то небольшой наверно уже сидит что-то вообще мелочь похуже такая маленький маленький подлещик засел показать вот видите четко в нижнюю губу прям рыбка играет хорошо засел небольшой он что-то сейчас перед берегом хорошо как-то давнул не понял не сошел чтобы доставляете друзья хорошенечко так давно и сошел но неплохой был всегда когда сошел неплохой был ладно продолжаем хорошее натяжение друзья что-то хорошенько хорошо хорошо с водиной не давать просто не сошел я по-моему это что-то получше хорошенький подлещик все по фэншую друзья взял опять за низ вот такой вот так ну жмыха надо больше брать я чувствую с собой просто весь город объездил только в одном магазине нашел так ребят опять на эту удочку взяло и просто аж провисло ну по моему что-то сидит старый жмых насадил кусочек маленький небольшой подлещик взял достаточно быстро видимо быстро выбился жмых все есть что-то хорошее только не сойди а пока тут заряжал удочку это так хорошенький на базе и отцепился и отцепился вот такой вот чуть-чуть футболом поиграл чтобы не ушел поклевочка ребята очень слабо слабо у меня уже остался последний кубик взмыха к сожалению только одна пачка была в магазине последний я забрал чесноком подсолнечный чесноком вот такой вот небольшой подлещик и опять четенько вот за нижнюю губу то есть они объедают жмых и засасывает нормально так сказать продолжаем ну чем вообще первый раз эти нажму их я в жизни рыбачу это такой метод старый дедовской еще вот решил ну понравилось мне что реализация поклевок практически сто процентов в плане даже сходы были но тем не менее прошлый раз я ездил я рыбачил на кормушке блин достали меня не знаю почему так но очень много было сходов у меня или сходов или просто вроде клюет нормально дергает подсекаешь подсекаешь не знаю вроде места тоже те же были как бы мелочь не должна так заколебать сильно вот такой вот жмых остался уже все я вот так вот прям вокруг чтоб при забросе не потерять его еще разок туда его думаю еще кого-то удастся поймать поехали время кстати 7 часов ровно все и рыбка как-то помельче стало клевать вот там два хороших было одного я поймал один сошел опять ребят на этот жмых бушный уже только я закинул тупо и по ребятки что-то хорошее пошел по ходу или на меня пошел я заползил тупо и вот ой хороший какой карасик ой 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 ребятки какой карасик хороший толстый Толстый. Ох, молодежь. Ох и слабо. Опа, сидит. Опять сопротивление хорошее. Будем аккуратненько заводить. Ох, как он под берегом начинает. Хороший какой, хороший, хороший, хороший. Опа. О, какой, друзья. О, друзья, какой, смотрите. Попался, сошел прямо на берегу сейчас. На экшн камеру все снял. Эту не успел включить даже. Дергал как сильно. О, какой. Отцепился чудом. Работает макуха, работает, ребятки. Так, ну что, после того, как закончился жмых, конечно, стало очень грустно по сравнению с тем, что было. Очень опрометчиво я поступил, конечно, что взял всего 10 кубиков, но они были последние. Объехал я 4 магазина. В общем, надо запастись. Мне понравилось рыбачить на жмых. Прям поклевки хорошие такие. Засекается он. Ну и сразу же садиться, не знаю, на кормушку. У меня такого нет. Либо кормушки надо так же, как я эти вязал снасти на жмых, так же надо как-то кормушки самому делать. Вот эти покупные, которые уже заряженные, они сделаны топорно, там все какое-то толстое и, не знаю, на них хуже гораздо клюет. Сейчас покажу я, что мне удалось поймать. Вот такой вот результат скромненький. Один хороший карась меня порадовал. Ну и вон тот, конечно, подлещет один. Не знаю, может тут с десяток, чуть побольше, 12 где-то. Так, про трубочку. Ну и все, что, будем на этом заканчивать. Как всегда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на канал, на Дзенни. Поддержите, пожалуйста. Ну и все, с вами был Рыбконтроль. До встречи на новых рыбалках. Пока. Сейчас порыбачим. Сейчас так порыбачим, глаза на лоб повылезут. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...